Приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, канал Аквакферма, и это заключительный ролик на тему выращивания форели на теплой воде в УЗВ. Смотрим. Дорогие друзья, сегодня на календаре 7 марта. Это значит, что остается всего 2 месяца до нашего целевого срока. Напомню, это был 1 год. Эксперимент должен был длиться целый год, и мы должны посмотреть, насколько же вырастет наша форель. Идея была, что она должна вырасти средней навеской больше, чем 2 килограмма. Было принято решение остановить этот эксперимент, потому что, ну, мне, честно говоря, надоело вылавливать вот этих вот раздутых форелин из этого бассейна, потому что, ну, отход, соответственно, становился только больше. Форель начинала набирать массу все хуже, хуже и хуже, и в итоге я решил, что пусть лучше там эти оставшиеся 50 килограмм форели. Все-таки это уже товарная навеска, то есть она 950 грамм килограмм, вот так вот весело. Некоторые были даже там 1,200, такие 1,300 форелины. Я решил, что лучше это все-таки вытащить, наконец-то, с теплой воды, посадить в холодную воду и завершить этот эксперимент, потому что я прекрасно понимаю, что за оставшиеся 2 месяца форель не достигнет навески выше 2 килограмм. Более того, она не достигнет и 2 килограмм, максимум, на что можно рассчитывать с учетом той динамики. Все это я просчитал. Это, ну, 1,800 у лидеров, а в среднем, я думаю, что это где-то 1,400. При этом я считаю эксперимент удачный, в том смысле, что он дал очень много данных, и я предлагаю в этом видео сейчас как бы эти итоги и подвести. Ну, прежде всего, для тех, кто считает, что на теплой воде можно замечательно выращивать форель, получать действительно хорошие итоги, добиться того, что за год у вас с икры вся форель будет 2 плюс кг, я могу сказать, что да, это точно возможно. Почему я так считаю, несмотря на то, что мне это сделать, грубо говоря, там на моих осетрах не удалось? Ну, все очень просто. Я прекрасно понимаю, что помешало мне это сделать здесь на моих условиях. Это и УЗВ, в котором главным образом находятся осетры, загрязнение которого, как ни крути, оно все равно отличается от загрязнения, которое вызывает форель. О чем я здесь говорю? О том, что фекалии осетровые, они распадаются очень быстро, они превращаются в такое мелкодисперсную массу, тем самым вода по своей загрязненности у осетров, она в принципе всегда более грязная, что ли, да, чем вода у форели. Потому что форель, потому что фекалии форели, они оформленные, потому что они, соответственно, лучше гораздо удаляются барабанным фильтром, идет меньшее загрязнение. Опять же, то, что я сейчас говорю, это при равных плотностях. То есть, вот у вас сидит 50 кг форели, у вас сидит 50 кг осетра. Вот на 50 кг форели у вас на одной и той же системе вода будет чище, чем на 50 кг осетра. Ну, вот просто потому что осетры засранцы. Равно как, а если вы возьмете там сама, то этот еще более, да, там грязный, потому что там еще к этим фекалиям прибавляется еще безумное количество слизи. Поэтому здесь у меня в одном из бассейнов всего лишь находилась эта форель, все остальное было занято осетрами, плюс еще наложились мои эксперименты с кормами, которые тоже здорово залихорадили систему, плюс я словил несколько бактериальных вспышек. Опять же, в силу того, что температуры, там, 21 градус и вот эти вот колебания с уровнем кислорода, все знаете, кто смотрел ролики, слышали про то, что в середине зимы у нас были серьезные проблемы в конце осени с поставкой жидкого кислорода. Мы на аварийном режиме тут на аэрации спасали рыбу. Все это, естественно, наложило отпечаток. Наши аварии, связанные с кислородными концентраторами, когда большая часть азота туда не уследили, соответственно, азот растворили в этой воде, капиллярка, все эти выпученные глаза, все это тоже помним. Вот эти все вещи, они в сумме привели к тому, что рыба, в принципе, была ослаблена, у нее произошли такие невооруженным взглядом вообще видимые изменения именно по пищеварительному тракту, и поэтому, конечно, ну, это было не то развитие, которое должно быть у форели к этому возрасту. Цели в 2 килограмма мы не достигли, но при этом, как вы все помните, часть этой же рыбы в июне месяце была отправлена моему коллеге Сергею Филатенко, и там она росла у него на УЗВ, которая у него именно заточена под форель. Серега большей частью все-таки именно форелью занимается, именно с форелью он большей частью-то, собственно, и начинал, и у него это все на воде с воксы, на температурах, значительно более подходящих для форели. Ему удалось там достичь хороших результатов. Эта рыба, та же самая, то есть, по сути, братья и сестры моих вот этих вот форелек, там достигли своих 1,7 кг, 1,8 кг, то есть, 2-х килограммовой навески в среднем ему удалось достичь. Эту рыбу в товарном виде, там, полуторакилограммовую, некоторых особей он уже начал продавать в январе месяце, поэтому там темпы роста, они заметно стали лучше уже к где-то сентябрю месяцу, и дальше, как бы, серегин отрыв, он только увеличивался, поэтому можно точно сказать, что это вполне реально, просто нужно к этому подойти, ну, более ответственно, да, то есть, не надо думать, что вы можете посадить форель просто к осетрам, и у вас там все замечательно вырастет. Я оставил несколько форелек в бассейне со сетрами для того, чтобы посмотреть вообще там, ну, что с ними будет дальше, они там уже весом где-то полтора килограмма, через 2 месяца вот им исполнится год, у меня таких всего несколько штук вот плавает, всех остальных я, соответственно, пустил на отсадку. Дальше они после того, как сейчас кишечник очистится, они замечательно себя чувствуют, бодренько себя ведут, кишечник очистится, мы их просто пустим в реализацию, и там что-то пойдет в копчение, что-то пойдет там на какие-то другие блюда. Ну, выводы, да, давайте еще раз так вкратце, а то я много только разговорствовал. Выводы в чем? Форель от икры до 2 килограммов, это реально, и это по большому счету то, что и так достигнуто. Форель вместе с осетрами идея не очень. Если только у вас нет понимания, как сделать дополнительную систему фильтрации, увеличить водообмен, ну, то есть сделать так, чтобы вода у вас была еще чище, чтобы не получалось так, что осетра себя чувствует хорошо, а форель у вас является таким индикатором системы, которая там первая начинает, соответственно, болеть, когда у вас что-то выходит из строя. Я бы, конечно, тем, кто думает, что можно в одной УЗВ растить разную культуру, от себя посоветовал бы такими вещами все-таки не заниматься, и если у вас есть линия, да, в этой линии живет осетр, все, не надо туда больше никого сажать. Если у вас есть там линия на форель, вот в этой линии живет форель. То же самое, и не бодяжите ее какой-то другой аквакультурой, выращиваете именно то, что здесь под нее заточено в температурном режиме, в плане гидрохимического состава, в плане качества воды, именно так и делаете. Ну вот, эксперимент по форели, считайте, закрыт. То, что добились мы с учетом всех наших вспышек и так далее, и тому подобное, это за 10 месяцев лидеры кило 300, а средняя навеска кило. Результат не очень, прямо скажем, потому что несколько месяцев назад там и 900, и 800 грамм были. Ну, то есть они, грубо говоря, хуже и хуже росли. Я, собственно, из-за этого эксперименты остановил. Надеюсь, ролик был полезен. У меня в планах с форелью уже, форелью плотно заняться на новой установке, которая будет сделана именно под нее. Об этом будут обязательно ролики. Покажу, чем отличается УЗВ именно для форели от тех спартанских условий, в которые мы засунули этих бедных мальков здесь у нас, к осетрам, да. То есть все это дело расскажу, покажу, и в сравнении будет сразу понятно, почему я рекомендую это делать именно таким образом, а не вот наш вот этот смелый эксперимент, который по большому счету это такое издевательство над форелью в определенном смысле. Но, как ни странно, даже в таких условиях, даже со всеми этими моментами, со всеми этими авариями и так далее, все-таки, вот считайте, там, ну, полтора килограмма за 12 месяцев, даже в таких условиях форель достигает. То есть при вспышках, при авариях, при теплой воде, при вот всем при этом, все равно с икры до полутора килограмм за год, да. А если у вас еще и как бы все сделано как надо, то это два плюс, о чем можно судить по результатам на другой площадке. В общем, все, что хотел про форель рассказать, я вам рассказал. На экранах вы видели, собственно, серию, каким образом она росла, какая она была, какая она стала и какая она ушла в реализацию людям. Не досидела она, к сожалению, год, но просто потому, что я считаю, смысла тут дальше издеваться нету, а место для карпов нужно, целый бассейн занимают. Да и просто уже как бы, ну, как это сказать, интереса нет. То есть уже результат ясен, поэтому нет смысла, считаю, дотягивать там эти два месяца, если можно подвести черту и сказать, какой итог. Надеюсь, был полезен. Получилось, что этот итоговый ролик, он такой получился самый объемный, самый длинный из всех серий, из всех роликов серии про форель, да? Но, надеюсь, многие для себя нашли ответы, потому что очень много было вопросов, как там форель, что как, когда ролики, вот, собственно, ролик вышел. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, а я прощаюсь с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok